Привет, мои дорогие! Я снова вернулась в прежнюю работу со своим каналом. Были проблемы с медиасетью, сейчас все хорошо и постепенно налаживается. Сегодня в этом видео мы с вами сделаем парящую чашку. Также, если вам нравятся все идеи, которые использую я, насколько они экономные, вы всегда можете предложить мне свою идею и, возможно, в дальнейшем я смогу воплотить вашу идею в своем видео. Для такого изделия я использую вот такой вот набор. Это чашечка и блюдце. Также не менее важная часть это очень плотная проволока, которая будет держать форму и под весом монет ни в коем случае не прогнется. Для одной чашки я использовала 20 см такой проволоки. Ее выгибаем по форме буквы S в английской. Клеивать саму чашку мы будем к проволоке, но проволока должна быть напротив. Нашей ручки. При работе с посудой не жалейте клея. Обязательно используйте его намного больше, чем необходимо, потому как посуда имеет свойство отталкивать сам клей. После того, как приклеили саму чашку, приклеиваем вторую часть нашей проволоки к блюдцу. Если вы знаете какой у него другой вид клея, который хорошо контактирует с посудой, обязательно напишите мне про это в комментариях. Для того, чтобы сделать сетку, на которой мы клеить будем все монеты, я буду использовать обычный строительный жгут. Жгутовая нитка. Она продается вот в таких вот матках. Ну а далее все просто. Приклеиваем один конец нашей нитки в чашку, а второй у нас под прямым углом приклеивается к блюдцу. При этом мы еще и хорошо натягиваем нашу нитку, для того, чтобы конструкция в итоге не играла. Приклеиваем все плотно, но можем оставлять просветы между нитками. Вот такой вот порог под прямым углом у нас в итоге вышел. И это, в принципе, логично. То есть, сначала выливается у нас все под прямым углом. Теперь таким же способом мы прячем нашу проволоку, отклеивая ее ниткой. Продолжение следует... Вот такой вот каркас в итоге у нас получился. И теперь на него мы можем смело клеить все наши монеты. Монеты мы используем с запасом. И обрабатываем их всеми средствами, которые убирают жир и грязь. Для меня было логично начать с самой чашки. Поэтому приклеиваем сначала монетки на чашечку, а потом постепенно спускаемся до блюдца. В принципе, на монетках можно и остановиться. Но так как я очень люблю цветы из лент, я не смогла не добавить их сюда. Здесь я использовала самые маленькие цветы, которые у меня получаются. Это из ленты 1 см или 1,2 см. То есть это разрезанная лента 2,5 см на 2 части. Собственно, мы разрезаем эту ленту на 2 части, после чего нарезаем на отрезки по 3,5 см. Каждый цветок у нас должен иметь от 8 лепестков. Далее мы формируем лепестки над огнем. Ну и не забываем о том, что наш цветок не может быть просто на проволоке. И делаем саму капельку из небольшого куска фольги. В данном случае я использую отрезок 10 на 10 см. Я показала вам пример на розовом цветке, а использовать мы будем с вами молочные оттенки для наших роз. Также я ранее изготовила в такой же технике один большой цветок. Это уже лента 2,5 см. Один большой цветочек, который я поместила в центр нашей чашечки, для того, чтобы из цветка вытекали монеты. Изначально мы украшаем край нашего блюдца листьями зелеными. Их можно сделать из атласной ленты. Можно слепить самому или приобрести в магазине для творчества. Также можно добавить бутоны, ну и собственно сами розы. Музыка. И так далее. В общем, для изделия мне понадобилось 10 маленьких розочек, из них 6 идут на блюдечко и 4 на саму чашку. Ну и одна большая роза у нас спрятана в середине чашки. Продолжение следует... Все наши 11 роз приклеиваем к чашке, ну и в итоге любуемся тем, что у нас в итоге получилось. Продолжение следует... Также на сам фонтан можно добавить ключики, замочки, ну и прочие безделушки, которые у вас есть в наличии. Спасибо за просмотр и обязательно жду ваши идеи к следующему видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok